Привет, друзья! Сегодня я покажу один старый забытый рецепт насадки для ловли карася и карпа на озере из Советского Союза. Возможно, кто-то этот рецепт знает. Для этого нам понадобится ржавной хлеб. Избавляемся от корочек. Нам принадлежит только его мяк. И расскажу и покажу, как эта насадка правильно делается, так, чтобы добиться именно нужной консистенции. Итак, избавляемся от всех корочек. Корочки нам тут не принадлежит никак. Да, друзья, берем хлеб ржаной. Чем, в принципе, суша, тем лучше. Еще принадлежит нам пюре. Обычное пюре, сваренное на воде. Думая, как показывать, сварить пюре и сделать его, нет смысла. Берем картофелину, чистим ее, доводим воду до кипения, после чего бросаем в кипящую воду. И несколько минут и таки варим. Когда картофель готов, выключаем газ, остужаем картофель и расталкиваем его при помощи либо толокушки, либо ложки. В принципе, пюре готово. Ничего сложного в этом нет. Почему, друзья, хлеб? Чем суше, тем лучше. Чем суше хлеб, тем больше к нему мы можем добавить пюре. Пюре добавляем при помощи ложки. Как масло, машем на кусок. Чем суше хлеб, тем больше мы сможем добавить пюре. В том плане, что пюре содержит влагу. Если, допустим, у вас хлеб свежий, он также содержит влагу, то пюре вы много уже, в принципе, не добавите. Иначе получится очень жидкая консистенция, из которой никакие комочки под крючок вы не сделаете. Да, насчет крючка. Принадобится, конечно, пружинка. Без нее такая насадка на крючке сидеть не будет. Теперь наша, друзья, задача заставить хлеб забрать всю влагу из пюре, чтобы получилась однородная масса. Нечто похожее на пластилин. При помощи такой массы, как пластилин, очень хорошо лепятся шарики. Потому что готовим там мы, друзья, именно насадку. Если масса будет жестковатая или сухопарая, то даже на крючке с пружинкой ни черта держаться не будет. Все либо вылетит при забросе, либо будет просто размыто, растворится, точнее, в воде. Почему я, друзья, в начале ролика и говорил, чем суша хлеб, тем лучше. Тем больше он сможет забрать влаги из самого пюре. И тем больше мы сможем пюре добавить, чтобы сделать насадку. А именно насадку, состоящую из хлеба и картофеля, на озере любят карпики и карасики. Также, в принципе, и в июле месяце предпочитают лещик. Но не сейчас, ни в мае, ни в начале июня. Рецепт, друзья, далеко не новый. Родом из СССР, то есть из моего детства. Кто из вас, ребята, родился и вырос в СССР, пишите ниже в комментариях. Получается, друзья, отлично, хорошая насадка. Всем удачи, всем пока. Так как так.